Если возвращаться к началу, то был запрос получить энергию, ту, которую, наверное, растерял и умышленно потерял из-за образа жизни. Это был первый запрос. И второй запрос — научиться нормально воспринимать самого себя, нормально осознанно, взросло, и воспринимать окружающих. С этим, в принципе, довольно-таки быстро получилось проработать, это буквально через какое-то время, еще поездка в Ярославль была первая, и все, у меня полностью поменялось видение и самоощущение самого себя. Сейчас запрос уже совершенно другой. Сейчас есть желание в том числе раскачивать энергию. Я понимаю, что энергии сейчас уже очень много, это по-разному ощущается в жизни. И приток людей в мою сторону, и энергия, которая приходит ко мне от этих людей, либо вообще от каких-то событий. Но сейчас есть действительно желание через эту энергию получить, наверное, то продуктивное, максимально эффективное состояние для моей работы. Так как я работаю с людьми, там энергии очень много надо, и необходимо прям состояние такое, чтобы люди, проще говоря, оставались довольны работой с тобой. А это сделать непросто. И одно из первых, что я вижу в плане этих изменений, это изменение состояния своего здоровья. Это то, что меня прям больше всего сейчас греет, мотивирует, больше всего энергии придает. И через практики удалось этого достичь. Коротко сейчас поясню почему. Первый приезд в Ярославль был с конкретным запросом, банальнейший был запрос, изменить свое отношение к своему состоянию, к своему телу, к своему здоровью. Первое, что произошло здесь же, это перестал курить. Вторая штука, которая тоже произошла, это избавиться от вредных привычек. И что имею в виду? Вредные привычки связаны с питанием, употреблять в себя что-то такое, что не способствует твоему энергетическому насыщению, развитию потенциала. И если там отбросить всю мелочь, сейчас, например, у меня пост идет, седьмой день, я понимаю, что это круто, я понимаю, что есть еще куда дальше развиваться в этом направлении. Если вкратце, это то, что уже сейчас получил. Есть еще третья цель, она постепенно так движется. Первый шаг, он всегда самый такой сложный, самый страшный. И если вспоминать себя, первый тренинг на TDT еще тогда, он как раз таким же и был, но он и был шокирующим на самом деле. Ты знаешь, наверное, есть все-таки такая штука, которая называется, это как-то магически звучит, звучит провидение, когда ты где-то внутри чего-то сильно хочешь, каких-то изменений. И если это действительно истинное желание, которое будет благоприятно влиять на тебя и на все то, что рядом с тобой, то найдутся такие источники знаний, найдутся такие места, найдутся такие мастера, которые тебе помогут достичь этого. Ну, хотя бы посмотреть на это, понять, попробовать и, возможно, прийти к чему-то большему. И я действительно рад, что тогда еще давным-давно, там этих полтора года назад, я пришел на этот первый пробный сеанс, небольшой. И то, что это случилось, это зацепило и до сих пор держит. Это круто. Субтитры сделал DimaTorzok